приветствую вас друзья я владимир козловских это канал золото валюта богатство начиная с этого ролика изменится порядок их размещения на площадках с этого ролика они сначала будут выходить в яндекс зене и на рутюбе а через некоторое время будут выходить на ютюбе на яндекс зене и на рутюбе канал называется точно также золото валюта богатство где не есть функция размещение печатных материалов там будут выходить публикации с графиками использованными в роликах позднее для бурманов более подготовленных анализе я буду давать в этих публикациях отдельные нюансы анализа также там будут графики с индикаторами для тех кому интересно в этом что-нибудь немножко понимает в этом и следующем ролике будут не совсем политкорректное утверждение с точки зрения ютюба поэтому может увеличиваться риск блокировки нашего канала на ютюбе если вам интересен наш канал я рекомендую вам параллельно подписаться на него яндекс в яндекс зене потому что если произойдет блокировка на ютюбе то оповещение о выходе роликов просто перестанут поступать но ролики будут выходить на дзене и на ротюбе мое утверждение в прошлом ролике о 20 процентном росте российской экономики двадцать втором году вызвало достаточно жаркие споры национальном сообществе в первую очередь они касались того как мерить показатели и в чем считать то что считать деньгами я считаю необходимо еще раз в двух словах изложить позицию в которой я подхожу к понятию ли на этом канале то есть тот смысл который вкладывается в термин а чисто академического определения я смещаю центр тяжести их свойства то есть к свойствам денег с точки зрения удобства и интересов обычного потребителя или аналитика которые планируют свои действия для обычного потребителя деньги это мера того сколько чего он может на них приобрести что отсюда следует например обычный человек имеет сейчас какое-то количество денег и на них он может приобрести какой-то набор разных товаров и благ что его интересует дальше его интересует чтобы это представление подчеркиваю не количество денег у него а само представление о том какое количество денег какое количество товаров представляет было максимально стабильно то есть есть у вас 100 денег вы себе примерно представляете сколько это товаров то есть и вас интересует чтобы вот это представление со временем менялась не очень сильно ну то есть колебания возможны так чтобы не было кардинальных изменений. Вот и все. Тогда этот человек может достаточно уверенно использовать понятие количества денег, как один из критериев принятия своих решений. Подчеркиваю, деньги по жизни не единственный критерий принятия решений. Я об этом не говорю, не настаиваю. Смещение приоритетов зависит от конкретного человека и от конкретной ситуации. То есть, грубо говоря, речь идет о тех критериях, которые нам руководствуются. Но в случае, если вы все-таки используете деньги как критерий при принятии определенных решений, то вкладывая в него материальный, а не идеально астральный смысл, вы заинтересованы, чтобы с течением времени этот его смысл был максимально тем же, чем он был тогда, когда вы принимали решение. Другими словами, нужно, чтобы колебания стоимостей во времени, в том, что является деньгами, были как можно меньше. И все. Чему же колебания цен, в том, что мы называем деньгами, тем удобнее ими пользоваться. То есть, если у вас есть деньги, не нужно постоянно ломать себе голову, постоянно следить за ценами. Вы и так достаточно с высокой уверенностью знаете, что их колебания возможны, но в понятном для вас диапазоне. Речь, конечно же, идет о товарах, а не об активах. Это не означает, что цены никак не будут меняться. Нет, ни в коем случае. Просто вы точно знаете, что при другом способе измерения, то есть с помощью других денег, то есть с помощью другой валюты, эти колебания будут сильно шире. Но отражать они будут не реальные колебания стоимостей, а колебания самой этой валюты к более стабильным деньгам. Я пытаюсь постепенно показать, что такой величиной является золото. Что я подразумеваю под колебанием стоимости? Примерно то же, что и понимает обычный человек в своей жизни, ну подсознательно. Для него стоимость это то, сколько он работает. Паузу небольшую делаю. Для человека стоимость это примерно его работа. Так вот, сколько он на свою месячную работу может приобрести чего-то. Вот это примерно и олицетворяет для него стоимость. Вот и все. То есть мы глубоко не лезем во всякие академические определения. Я пытаюсь, скажем так, аналогию провести с теми понятиями, которые вы подсознательно для себя хорошо понимаете и чувствуете. В этом смысле название канала, то есть когда речь заходит о золоте, а название канала золото, валюта, богатство очень точное. Не фетиш, не бог, не цель. А всего лишь более качественная и удобная единица измерения, подчеркиваю. Речь, конечно же, идет только о материальной стороне богатства, которая на самом деле может и не быть главной. Материальное богатство является следствием только действия производственного, торгового, финансового. Можно делать что угодно. Кирпичи, биткоины, шляпы, если это нужно людям. Торговать ими, инвестировать в них, то есть спекулировать. Но измерять результат этих действий с точки зрения материальных результатов наиболее удобно в том, материальное содержание чего подвержено наименьшим колебаниям. И все. То есть я только это имею в виду. И я на своем канале постепенно показываю вам, что наиболее подходящим для этого является золото. Показываю это на фактах. То есть эмпирическими способами. Не убеждениями, убеждалками или поблескими кусочками золота магическими. Я пытаюсь показать, что это более удобно с точки зрения, скажем так, и анализа, и получения результатов. Но не более того. И сидение в золоте, о чем часто спорят так называемые спорщики с золотыми жуками или приверженцы золотых жуков, совершенно точно, то есть просто тупое сидение в золоте, совершенно точно будет иметь только один результат. Сохранение этого куска золота. И больше никакого результата не будет. Большинство возражений и споров со мной возникает только из-за того, что люди приписывают мне утверждения и стереотипы, которые вбиты в их собственное голову. Для того, чтобы их поведение было более предсказуемым и управляемым. Но вернемся к моему утверждению в предыдущем ролике о росте российской экономики в 2022 году на 15-20%. Пару дней назад аналитики ЦБ в ужасе сообщили, что инвестиции в российской экономике за январь-сентябрь 2022 года увеличились в годовом выражении по сравнению с предыдущим годом на 5,9%. И конкретно нефти и газодобычу на 10,9%, а в транспортировку и хранение на 11,1%. Рост инвестиций как рост ВВП показатель достаточно условный. Даже рост инвестиций в основные фонды можно изобразить, перекладывая бумажки из одного баланса в другое. Но показатели в ручке изобразить уже гораздо сложнее. Так вот, у российских предприятий, у которых локализация производства не менее 85-90% и ориентация производства на внутренний рынок, в этом году объемы производства выросли от 40% до 90%. Это подтверждает и нефтегазовые доходы бюджета, которые в ноябре увеличились на 58% год в году до 1,7 трлн рублей. Очевидно, что эффект замещения импорта в тупую будет иметь выручку меньше, чем тот импорт, который он замещает. Но мультипликативный эффект за счет увеличения заказов всех подрядчиков по цепочке все равно начнет превосходить номинальную замену импорта. Именно это мы сейчас и видим. К чему все это? А к тому, что такой эксперимент подобного рода уже был поставлен в 2014 году. Тогда этот перемен замещения был поставлен только на сельском хозяйстве. Сейчас с очень высокой вероятностью в остальной части экономики будет примерно такой же эффект, как был сельским хозяйством после 2014 года. Но только размер этой части в 10-15 раз больше. Соответственно, результат будет и масштабнее, и динамикой будет сложнее. Но общее направление более-менее понятное. Экономика будет расти в ближайшие как минимум 5-7 лет только на эффекте принудительного импортозамещения на 3-10% в год. Вариативность будет зависеть от действий нашего противника. Подчеркиваю, что то, что сейчас произошло с точки зрения экономики, это принудительный частичный выход России из ВТО и отход от тех уродских условий внешней торговли, на которых Россия в него в начале десятых годов вошла. Кстати, перманентный спад нашей экономики в 1-2% каждый год и начался аккуратно сразу после и по причине вступления в ВТО на супер-уродских условиях. Противником нашим является Запад. Об этом уже и президент сказал. Сейчас сказал не потому, что он только что об этом догадался. Он-то знал об этом всегда. Просто воспринято это большинством из нас неправильно воспринято. Могло быть только сейчас. В том, что происходит на Украине, для нашего противника Украина это только орудие против нас. То есть оружие такое. И цель его уничтожить нас. Для нас же народы страны не вещи, которыми можно пользоваться для каких-то целей. А Украина это вообще часть даже не нас самих, а чего-то единого целого. того владельцем и хозяином чего не являемся ни мы, ни они. Именно так и нужно трактовать то, что там происходит. В каком-то смысле в Чечне в 90-х в начале 2000-х происходили очень похожие вещи. Именно поэтому Кадыров так эмоционально на все реагирует из того, что происходит на Украине. Бой мы ведем с Западом. Но оружие против нас часть нас самих. И против этой части мы не можем действовать чисто как против оружия. Но можем действовать не ей, то есть не частью самих себя, а через нее против нашего противника. Приведу очень-очень упрощенную аналогию, которая передаст только один нюанс. И даже не главный. Если перед вами несколько противников и они вооружены, то в бою для того, чтобы увеличить шансы на победу, необходимо не просто отражать атаки, решая противника оружие, но и пытаться воспользоваться его оружием против него самого. Это очень упрощенная аналогия. Более близко будет понятно тем, кто хоть немного знаком с единоборствами. Это ситуация, когда противник, владея захватом, пытается сделать вам болевой прием на руку. А вы, в том числе, используя и его захват, пытаетесь сделать ему удушающий. И вы, несмотря на то, что больно, не можете отказаться от своей руки, а вынуждены терпеть боль и делать то, что должны, чтобы победить. Украина, конечно же, никакая не рука. Все гораздо сложнее. Мы часть единого целого. Противнику, то есть Западу, это непонятно. Но и в этом тоже наше преимущество. Потому что, когда мы Запад чуть-чуть придушим, рука высвободится. И хоть и будет побаливать, но уже не будет являться угрозой нашего поражения. Подчеркиваю, никто из нас ни рука и ни голова. Скорее всего, мы все белорусы, чеченцы, татары, буряты, украинцы и еще больше сотен народов. Разные органы чувств и действий нашего единого общего русского мира. Именно поэтому некоторые наши действия на Украине могут выглядеть необычайно и быть непонятными. Но только до тех пор, пока они понимают, что настоящий наш противник Запад. В этом контексте доллар к золоту это один из пульсов МРТ или кардиограмм нашего противника. По нему одному полную картину мы, конечно же, не восстановим. Мы же не слепцы из известной притчи прослана. Но определенную информацию мы получить можем. Именно так и нужно относиться к нашему рассмотрению динамики доллара к золоту. Как я уже неоднократно раньше говорил, на самом деле мы анализируем именно динамику доллара в золоте, а не наоборот. Он является наблюдаемой величиной, по изменениям которой мы делаем выводы. А золото является лишь единицей из Милинина, но графики я рисую и описываю в привычном виде, чтобы была совместимость с вашей обычной картиной. Но относиться к нему нужно именно как к динамике доллара. А золото, используемое человеком как некая мера энергии труда для преодоления определенного барьера энтракии, было уже за миллиарды лет и до человека и до доллара. А динамика доллара пульс и дыхание нашего противника. В прошлом ролике мы с вами обновили прогноз долгосрочных сценариев доллара к золоту и критериев их реализации. В этом мы посмотрим на то, каким образом и какими путями эти долгосрочные сценарии могут реализовываться в среднесрочной перспективе. Переходим к графику. Здесь у нас доллар в золоте в годовых свечах. В прошлом ролике мы пришли к выводу, что с небольшей вероятностью фрагмент с 30-х годов вот отсюда чуть ли вели по началу двухтысячных то есть вот этот вот в огне по началу двухтысячных большая первая волна по ее размерам и пропорциям мы сделали оценку возможных масштабов большой третьей волны. Вот она с двухтысячных и по настоящее время. Но пока она не завершена и только развивается. далее мы пришли к выводу что большая третья волна наиболее вероятно является сложной то есть составной и что с высокой вероятностью она будет растянутой. И теперь в силу сделанных выводов сценарий долгосрочной динамики долларов в золоте это сценарий развития именно вот этой большой волны третьей также в прошлый раз мы пришли к выводу что фрагмент третьей большой волны с двухтысячного вот отсюда по 2015 вернее по 2011 с наибольшей вот отсюда 11 12 год с наибольшей вероятностью это ее первая внутренняя волна а фрагмент с 2011 по 2015 то есть вот этот что это наиболее вероятно что это вторая волна во всей конструкции от всей большой третьей волны то есть во всей большой третьей волне и далее мы посеркновим что вот этот фрагмент с 15 года по сейчас это наиболее вероятно третья внутренняя волна во всей вот этой вот третьей большой волне вот эти цифирки 1 2 3 они относятся к внутренней структуре большой волны которая куда-то будет развиваться то есть ее сценарии нас как раз интересуют ценовые то есть мы пока смотрим временные характеристики подчеркиваю что не то что мы назначили движение с 15 года в настоящее время третьей волной требует ее захода в область предполагаемой первой то есть вот этой вот а наоборот если значимого захода в область предполагаемой внутренней первой волны то есть в область вот этого то есть участка в ближайшие 2-3 года не будет то мы вправе ожидать от дальнейшей динамики волны с 2015 года то есть вот этого отрезка по сейчас определенных соотношений и пропорций по сравнению с предполагаемой первой то есть по сравнению вот с этой вот волной то есть она фактически нам тогда в этом в этом случае она нам задаст примерные пропорции масштабы то есть продолжение вот этого отрезка то есть масштабы растяжения это свойство которое первым подметил или вот она следствие опыта многолетних наблюдений поэтому ожидаемый результат имеет вероятность а не вырубленный в граните результат и на всякий случай повторюсь свои наблюдения и выводы или вот сделал на данных в условиях золотого стандарта в двух предыдущих роликах мы двумя способами оценили масштаб 3 волны именно временной масштаб 1 оценку мы получили из масштаба 1 2 оценку предполагаемой длительности большой 3 волны мы получили тем же методом но уже исходя из ее внутренней структуры то есть из нее предполагаемые то есть предполагаемые внутренние структуры 3 волны мы по масштабу предполагаемые ее внутренней первой волны этого отрезка и второй то есть вот этого отрезка оценили минимальную продолжительность ее предполагаемых составных частей будущих 3 4 и 5 внутренний волн 4 и 5 по нашей оценке выходит вправо за границы экрана будут находиться где-то вот там потом мы сложили сумму этих оценок будущих внутренних волн большой 3 волны и получили оценку ее длины по времени неплохо совпавшую с оценкой полученную первым путем обоими способами мы получили что наиболее вероятно что сама большая третья волна как минимум будет продолжаться до 50 60-х годов то есть тоже за границы экрана немножко выйдет подчеркиваю как минимум и наиболее вероятно а вся будущая 5 волновая конструкция сформируется как минимум концу столетия или начало следующего это оценка общей наиболее вероятной структуры и это именно ее временные оценки но нас-то конечно первую очередь интересует ценовые показатели в прошлом ролике мы с вами указали ценовые критерии продолжения подтверждения наших выводов ну то есть это грубо говоря условия продолжением этого просто глобального упрощенной есть три ценовых сценария первый он исходя из наших ранее полученных результатов наиболее вероятный это сценарий растяжение всей большой третьей волны вверх через формирование внутренней третьей волны и мы указали в прошлом ролике критерии продолжаем продолжение реализации этого сценария развитие этого сценария будет означать что техноэкономические решения принимаемые в долларовой зоне не ведут к ее выходу из кризиса и кризис в этой зоне развивается по экстремальному сценарию заметьте я сказал о техноэкономических решениях а не о дергании процентных ставок или о попытках манипулирования курсом золота долларе еще раз подчеркиваю не курс золота управляет глобальными тенденциями в экономике а наоборот а эти тенденции определяются в основном техноэкономическими решениями и очень существенно замедляются или ускоряются военными методами или угрозами их применения но не более пример этого периода с 30-х по 40-е здесь вот промежуток это применение военных методов для замедления ускорения прошлого века в 30-х годах с учетом того что техноэнергетическая углеводная эпоха подошла границам своего технологического развития техноэкономического решения этого противоречия тогда не нашлось и военными методами решалась чисто торгово-финансовые задачи расширение рынков сбыта и расширение зоны обращения валюты доллара сша но поскольку техноэкономического решения не было кризис опять повторился 70 вот здесь в 80-х задача которую в предыдущий раз решали войной неожиданно разрешилась удачной покупкой части элиты ссср вот эти вот 10 лет это результат этой покупки то есть растяжение вот этой коррекции на 10 лет это результат покупки части элиты ссср рынке сферы обращения доллара опять расширились но на базе той же техноэнергетической эпохи именно поэтому растяжение получилось вот только таким коротким и продолжение кризиса после растяжения коррекции началось 2000 году вот здесь коррекция 30-х 50-х вот это и 80-х 90-х дают нам пример возможных альтернатив тому сценарию который мы сейчас считаем наиболее вероятно то есть сценарию девальвации доллара и кризиса в долларовой зоне наш первый сценарий который мы сейчас считаем более вероятным отражает то что в долларовой зоне нет техноэкономических решений преодоления кризиса углеводород кризису углеводородной техноэнергетической эпохи и все что доступно долларовой зоне для остановки кризиса то есть для достижения промежуточных экономических целей. То есть приостановка кризиса – это промежуточные экономические цели. Это военные или аналогичные методы. Но сейчас, неожиданно для Запада, задачу расширения рынков и сферы обращения доллара не получается решить военными методами. Слово «сейчас» нужно воспринимать как последние 15-20 лет, потому что первый существенный сбой в применении военных методов или их угрозы произошел в Грузии в 2008-м. Вот здесь. То есть он не сработал, сломался, а должен был вот такую траекторию обозначить. И поэтому произошло вот это. Надо четко себе давать отчет значения Грузии в тот момент. Во-первых, в рамках самого Запада расширять рынки фактически просто некуда. Все плотно поделено. А если дальше за счет России, Китая, Ирана и Индии, то против гиперзвука сильно не попрешь. Особенно если у тебя, у самого его нет. А Украина захват всей России и Китая не тянет. Даже вместе с Тайванием. Возможен только сценарий хаоса. То есть войны всех против всех. Тогда шансы появятся. То есть сценарий некой стабилизации доллара к золоту или его усиление на долгосрочную перспективу хотя бы от 5-10 лет возможно только в том случае, если в результате хаоса и его долларовой зоне удастся взять под полный контроль большую часть нефтяных и газовых ресурсов планеты, чтобы надежно при помощи этого контролировать производственные мощности Китая, Европы и Индии и рынки их сбыта. Глобализация, понимаешь? Мини-пример этого был в 90-х в России. Но развитие этого сценария, то есть вот здесь был мини-пример этого подхода, но развитие этого сценария в начале 2000-х с арестом Ходорковского как минимум приостановилось. А как ситуация развивалась дальше, сейчас посмотрим. Для этого из годового графика перейдем в квартальный. Сейчас в кварталах пока весь график, потом подсажмем его. Вот в нулевых начало падения доллара. Это произошло из-за слома сценария экспансии через Россию во все углеводородные планеты. Это, конечно же, Путин виноват. Не согласился, понимаешь, сделать России расчлененку. Фукуям это описывал свой красивый конец пардон, не совсем свой, а конец истории, что с расчлененка России уже все решено, и глобализация теперь заколосится. Посыл Запада тогда был простой и ясный. Мы в 60-х, вот здесь, начали операцию по покупке части вашей элиты, выродившейся из строителей коммунизма, в ответственных партийных работниках. Сейчас это эффективные манагеры, вернее, потомки, и государственные управленцы. Не путать СТР и государственные службы. В 80-е, вот здесь, эта сделка состоялась. В 90-е мы, по правилам холодной войны, вот здесь, оккупировали и аннексировали ваше госуправление, колонизировали страну и получили почти полный контроль над вашими ресурсами. Теперь мы, за счет бесплатных для нас ресурсов, до захватим Ближний Восток, а потом сделаем глобализацию Китая и Индии. И отинклюзивим у них все через экологические инновации и прочую фигню. Вам для добычи ресурсов народу больше 30-50 миллионов не нужно. Остальным скажите, что они не вписались в рынок. Часть нашей элиты, в основном люди контора, которая не участвовала в шашнях 70-х, 80-х, в начале 2000-х отказалась от этого в форме ареста бригадира полицаев-холуев-фодорковского и, предложив противнику подтереться актами капитуляции в Холодной войне, начала Холодную партизанскую войну. Почему партизанскую? Потому что регулярной армии для Холодной войны тогда уже не было. Примаков, Маслюков, Хазин, Делягин, Дугин и многие другие тогда уже были подпольщиками в ТУ административной колониальной армии противника. Именно эта Холодная колониальная армия трактуется нашим противникам как победа в Холодной войне. Эта неоконченная Холодная война с нашей стороны перешедшая в Партизанскую сложнее и бежалась не гражданской. А Партизанская форма предала ей квантовые свойства, которые изменили горячие и горячие ее проявления. Словно, Украине это одно из квантовых проявлений Холодной партизанской войны. А знаменитая «Замучаетесь пыль глотать» была публичной коллективной вербовкой противника, которому тогда объясняли, что ничем он на самом деле не владеет, а является в глазах настоящих собственников только холуем-расповедителем. И арест в феврале офшорных активов якобы наших олигархов это на самом деле попытка дополнительной защиты их реальными срубежными владельцами своей собственности в России. Так, сейчас нам будет нужен промежуток уже только с двухтысячных. Подфузим рынок. Нет, вот так вот. Тут он будет достаточно. Вот здесь в 2008-м поскольку экспансия по усилению контроля над рынком углеводородов через Россию застопривалась, долларовой зоной был инициирован запасной вариант. Вывод на арену сланца. Нефть он совместно с Грузией, конечно, как каременную валил, но падение доллара в 2009-2011 продолжилось. Тем не менее, все равно. То есть, вот этот кризис 2008-го года, атака на нефть, Грузия, которая помогла этому, тем не менее, доллар полетел вниз все равно. Вот он падал. Это отразило то, что добыча сланца, хоть газа, хоть нефти, в несколько раз дороже обычной нефти. И самое главное, военный метод поддержки доллара в Грузии не сработал. Сланец в одиночку, естественно, не сыграл. Причина роста низкая энергоэффективность сланца. Если вы пытаетесь набить, а значит, училить валюту менее конкурентоспособным товаром, то естественно, что из этого без военных методов, удачно сработавших, поддержание курса не получится. В 2010-2012 году вот здесь долларовая зона начала петь дополнительную песню к сланцу про зеленую энергетику. Но вот это усиление доллара это не следствие песен про зелень или сланца. Эти песни были нужны имеется в виду про зеленую для начала ослабления и подготовки энергосистем Европы, Китая и Индии для обеспечения их последующего захвата. Система работает следующим образом. Зеленая энергетика поднимает общий уровень цен энергетического рынка до приемлемого для сланцев уровня. А потом традиционные энергоносители выдавливаются с рынка не рыночными методами. То есть вся схема с зеленой энергетикой преследовала только одну цель расширения рынка сбыта для менее конкурентного для менее конкурентоспособного по сравнению с традиционными энергоносителями сланца. То, что при этом Европа попала только на сегодняшний день уже на триллион долларов это обратная сторона поддержания ретабельности сланца и расширения зоны доллара в Европу. Ну, то есть Европа сама за это сплатила. Зеленая тема совместно с камланиями про права их западного человека на чужую ценность была еще и прикрытием главного действия начала десятых годов этой экспансии на Ближний Восток через Сирию в 2010-м и чуть позже через ливер. Вот это вот усиление доллара в 2012-м и 2014-м примерно вот отсюда падало золото соответственно доллар усиливался. Это как раз вершина успеха этой стратегии. Но обратите внимание что зеленая атака через сланцевую нефть плюс удачный начало экспансии не подняло доллар то есть не опустило золото ниже 2008-го. от золота 2008-го от минимальной точкой атаки 2012-го 2015-го года. То есть в 2014-м году был минимум по нефти. Вот вся атака. Но минимум не опустился до 2008-го года. Это отразило тот факт что атаки на нефть и сопровождающие их военные мероприятия и в 2008-м году и в 2014-м годах не привели к условному поглощению добычи Ближнего Востока и других регионов. То есть закрыться в игре в понижение в зоне доллара поглощением более дешевой добычи не удалось. Другими словами долларовая зона дорого вложилась в сланец и зеленку а захватить дешевую добычу не удалось. То что доллар не поднялся то есть золото не опустилось до 2008-го года то есть вот он разрыв. Как раз есть отражение того ну то есть вот это вот этого как бы условного отложенного и нарастающего убытка то есть он еще на самом деле висит и расплата за него еще будет. То есть первый конечно начал Европу платить тем что там сейчас происходит энергетика это как раз платеж но он от штатов смещен в Европу то есть это такая игра и сделка за чужий счет. в 2012-2015 Россия политика дипломатическими военными методами вместе с Ираном остановил этот сценарий то есть вот здесь примерно заход наш в Сирию и остановка этого сценария то есть сценария хаотизации Ближнего Востока Украина же в 2014-м в этом раскладе была для России только заманухой и отвлекающим маневром президент принял абсолютно правильное стратегическое решение тормозить Ближневосточный сценарий долларовой зоны естественно что помимо России и Ирана как поддержка при этом незримо присутствовали Китай и Индия заинтересованы в минимизации бардака на Ближнем Востоке скажу отдельное об усилении долларов вот эти палки ее следствием была девальвация рубля в 2014-м это было не попыткой наказания России за Крым а наказанием за то что она не увязла на Украине в 2014-м дальше и сохранила свой военный потенциал для дальнейшего маневра девальвация 2014-го года это была попытка нанесения удара по военному потенциалу России для минимизации возможности его использования на главном направлении на Ближнем Востоке но это не получилось Россия в 2015-м поддержала Асада военным путем вот здесь в области 1200 примерно долларов за унцию 1350 в этот сформирована очень мощная зона притяжения цены золота она действует и сейчас то есть она до сих пор актуальна и в будущем есть существенная вероятность того что золото как минимум будет еще касаться этой области это чисто технический результат и он получен не волнами лётами а другими способами теперь переходим к фрагменту графика 2015-го года по сегодняшнее время то есть смотрим вот эту часть в прошлом ролике мы пришли к выводу что наиболее вероятно что это то есть вот этот отрезок что это начинающаяся третья волна во всей вот этой вот большой волне этот факт отмечен вот этой двоечкой единичкой то есть что это внутренняя волна троечка отмечает что это вот эта третья волна зеленая большая троечка отмечает вот эту всю большую волну эти наши предположения отображены ну вот этими циферками как бы в прошлом ролике мы определили что даже тусование золота в течение двух-трех лет в диапазоне 1250 1300 даже если она в течение двух лет будет только касаться вот этих вот линий это не изменит не нарушит условия того что вот этот отрезок у нас является является 3 волной во внутренней большой волне мы предыдущем ролике определили что среднесрочная динамика золото в долларе в основном будет определяться развитием именно вот этого 3 волны внутренней то есть она в основном будет все определять то есть ее динамика и и генезис и и пропорции и соотношения поэтому больше дальше мы будем заниматься только ей мы еще немножко под увеличим достаточно разворот золота в пятнадцатом году здесь 16 начался рост и движуха шина с 16 по 18 сформировали маленькую третью волну 3 внутренней то есть вот этот отрезочек это маленькая первая волна извините за сложность оборота ну точно проще сказать нельзя поэтому я показываю все на графике предположение предположение что движение 15 18 года вот это движение является первой волной трактует движение с восемнадцатого года то есть вот это вот как маленькую третью волну во всей строящейся от этой вот трех волна очки которая будет составлять у нас внутреннюю третью волну то есть еще раз то есть мы определяем вот в этой вот маленькой третьей волне то есть пытаемся нарисовать структуру вот маленькая первое дает нам право назвать этот вот третий это у нас маленькая внутренняя четвертая волна условия того что это конструкция правильно до тех пор пока у нас внутри эти волна уже никуда не зайдет она уже общем-то выстроилась до тех пор пока четвертая волна не коснется вот этой первой волны то есть причем учитывая то что это у нас квартала как бы что на несколько кварталов зайдет или не закроется ниже таких вот уровней мы эту конструкцию можем с высокой вероятностью считать правильный что нам дает предположение которое мы сейчас выстроили в принципе достаточно много если она будет сохраняться то есть если нет не пройдет заходы в первую область и произойдет пробой максимум вот этого то мы сразу же в принципе можем отстроить примерную проектировку того куда у нас должны уйти цены то есть мы для этого устроя фибоначчи первую третью волну берем весь размер и отстраиваем ее от предполагаемого минимума я показываю на примере потому что мы до конца еще не знаем где у нас от строится минимум четвертой волны поэтому я пока предполагаю что он будет вот здесь то есть он может получиться где-то и в другом месте может быть пониже но пока он у нас строится здесь то есть нам это дает это нам дают следующее что в случае если волна уходит за максимума то есть начинается строение пятой волны то есть мы можем сказать что цены достаточно быстро и с высокой с высокой вероятностью уйдут как как минимум подчеркиваю как минимум в область 2 250 теперь внимание мы вспоминаем наши упражнения сложение длин в предыдущем ролике то есть тогда когда мы пытались оценить длину вот этой всей третьей волны там мы получили оценку что внутренняя третья волна которая сейчас показываю вот это во всей этой большой третьей волне с высокой вероятностью будет продолжаться еще как минимум 12-16 лет то есть если откладывать ее от шестнадцатого года там где она началась то есть плюс 13 или плюс 16 то у нас получается или 29 или 32 год но это самый самый подчеркиваю это самый наиболее вероятный минимум этой волны как потому что высока вероятность того что она растянется идем далее у нас получается что даже если мы сейчас отрисуем за два три года а это примерно длина первой волны то есть 5 у нас будет ну примерно порядка 1 то есть если мы сейчас из этого места отрисовываем эту волну то у нас получается в 22 мы прибавляем либо два либо три и соответственно получаем 24 или 25 год а наша оценка 29 32 почему это минимальная оценка то есть на 5-7 лет даже до минимальной оценки до минимальной оценки длины мы не дотягиваем напомню что основным условием сохранения высокой вероятности роста золота является то что фрагмент 2016 года по настоящее время мы полагаем третьей внутренней волной первое условие того что мы перестаем рассматривать движение с шестнадцатого года по сейчас как внутреннюю третью волну большую сект этой третьей волны и соответственно движение с 2000 по 11 вот это переставим рассматривать как первого как первую волну это закрытие двадцать второго года существенно ниже 1700 то есть ниже вот этого уровня сейчас мы находимся пока выше или тусование золото хотя бы до уровней 1450 1500 сюда в течение как минимум двух-трех лет то есть она весь тусуется там закрывается полугодиями кварталами вот в этой зоне то тогда начинает падать уверенность того что могут эту волну начинаю считаем третьей волной большой вот этой третьей волне тогда это будет что-то другое то есть это будет тогда уже коррекция то есть наиболее вероятно что тогда третья волна может выродиться в плоскую волну где-то с областью от 1500 где-то до 2000 может даже пониже как бы сразу скажу что несколько альтернативных методов дают очень низкую вероятность этого сценария единственное что омрачает жизнь и слегка мешает развиться сценарий вверх это сильная зона протяжения власти 1200 1350 это вот этот о которой мы с вами раньше говорили она была сформирована во время экспансии зоны доллара в сирию это протяжение может послужить причиной более радикального сценария вниз имеется ввиду более радикальный то есть второй вариант коррекции это проход золота на несколько кварталов как минимум с 1250 1300 то есть если на несколько кварталов золото уходит вот сюда подчеркиваю не в прыжке там одной свечой дневной там не в нырке в каком-нибудь она несколько кварталов она должна туда выйти это исключает вариант того что конструкции 2015 по сейчас может открывать как первое вторую то есть когда всю эту конструкцию можно разбивать на три волны первую вторую третью и четвертую то есть вариант ухода золота вот сюда убьет эту конструкцию и под еще большую угрозу поставить и вот о том что вся конструкция с 15 года вот это по сейчас внутри внутренняя волна вот этой большой трети волны то есть сначала если убьется трактовка вот этой конструкции как начало построения 5 волновки она поставит под угрозу трактовку вот этой конструкции к третьей волны все вот этой вот волны то есть начало убьется маленькая часть если будет убиваться и она поставит под угрозу уже более масштабную конструкцию то есть трактовку всех всего вот этого движения это увеличит вероятность углубления коррекции золота в область еще ниже теоретически вплоть она может уйти вот до вот этих уровней в район 650 800 примерно вот сюда и тем не менее это все равно будет еще коррекция то есть тренд вверх то есть для тренда вверх для общего то есть для всей для всей конструкции мы в большом масштабе посмотрели это все равно будет еще коррекции фактически мы имеем два основных сценарий первый это развитие мощного импульса вверх сюда и выше то есть вот в этой области выше в этом году выполнилась одно крупномасштабное условие его продолжить был преодолен максимум прошлого года 1963 я этот критерий давал в самом начале года еще вот он был выполнен феврале в марте был пробит вот этот максимум 1863 доллар за тонну за унцию пардон какая тонна и осталось еще два возможных условиях увеличение вероятности продолжения глобального движения вверх это пробой максимума 2020 года 2090 то есть вот этого максимума и закрытие этого 2022 года выше уровня 1832 доллара за унцию то есть если год закрывается выше чем 1832 доллара то есть примерно от в этой зоне это тоже увеличивает вероятность того что долго уйдет уйдет сильный вверх то что у нас есть одно выполнены в этом году макроусловие продолжения развития всей большой волны то есть это условие продолжения развития всей волны даже не вот этой маленькой оси вот этой волны то есть настолько мощное большое и сильная зона притяжения вот это 1200-1350 как раз является причиной того что пока еще остается высокая вероятность как минимум краткосрочных колебаний золота вниз до уровня 1200 пища 1350 напомню что я только что говорил именно от характер этих колебаний будет очень много зависеть то есть если такие прыжки в одну там три свечи там или с хвостиками то это дело одно как бы почти будут не считаться если же это будут уходы на кварталы то тогда ситуация скажем так сильно изменится реализация сценария роста золота выше максимум 2020 года то есть выше вот этого места будет обозначать экономический климат в россии теплее чем он был в период сначала 2000 по 2008 год и существенно теплее чем в период с 2016 по 2019 год для зоны доллара это будет означать увеличение вероятности роста процентных ставок и инфляции в первую очередь инфляция будет обусловлена ростом цен в долларах на все ресурсы и на все сырьевые товары для россии этот сценарий позитивен детали отличия и нюансы для россии мы будем отдельно смотреть непосредственно на рынках золото рубль и доллар рубль альтернативой сценарию роста золота является два варианта коррекции крупномасштабы условия их развития мы только что ну буквально там несколько минут назад смотрели одна из этих коррекций плоская вторая более глубокая то есть ну это плоская волна вот сюда если она будет развиваться вторая более глубоко реализация одного из вариантов этих коррекций будет означать что побеждает стратегия выхода долларов из зоны и из глобального кризиса или при помощи условной второй мировой или условного поедания ссср вспоминайте как раз можете потом еще глянуть после ролика это как раз аналоги коррекции которые предшествовали потом проходил через второй мировую войну виду 60-х годов продолжалась такая плоская и коррекция которая который подарил западному миру советский союз своим распадом не соответственно скажу так частичным поглощением то есть это было был второй аналог такой вот коррекции в первом случае это будет что-то вроде войны в случае первого сценария то есть аналога второй мировой наиболее вероятно что это будет будут войны всех против всех во втором варианте будет полная или частичная насколько и кого получится поглощение экономик европы британии и японии южной америки ближнего востока индии китая и россии это будет тип такой глобализация такая естественная скажем так то есть золото она будет просто описывать сценарий потому что вы видите да то есть очень много как бы скажем так участников очень много объектов как все это будет происходить как бы скажем так то есть конкретно при по детали естественно говорить не бессмысленно я просто говорю о характере то есть что скажем так будут обозначать движение золота разделение на эти сценарии она конечно же очень условно на два сценария типа аля война и коля поглощение силу того что войны могут быть инструментами как раз именно поглощение экономик на говоря сначала война потом поглощение такая оккупация в любом случае глобальная и долгое и долгое подчеркиваю на пятилетие и на десятилетие усиление доллара к золоту то есть падение золота будет означать что происходящее параллельное событие скорее всего увеличивать вероятность негативного сценария для россии да и в общем для остального для остального мира в общем то тоже никому мало не покажется подчеркнул и акцентирую что не такое движение золото вызовет эти последствия она только отразит складывающуюся ситуацию событиями и сценариями управляют действия обычно самом фундаменте техно-экономические в крайнем случае военные когда они работают первые но в некоторых случаях когда финансовые тенденции развиваются направлении очень масштаб очень масштабных социально-экономических тенденций намеренные финансовые аномалии аномалии могут их катализировать то есть ускорять так было за два года до распада ссср когда рубль за первый квартал 1990 года опустился опустили в доллару в 15 раз 15 за квартал мы с вами разбирали это в ролике доллар рубль один часть 4 с 1990 по историю с 1990 по 22 год оба еще на 2022 год как бы ссылка на него сейчас на экране под роликом его описание это 15 кратная девальвация рубля в 1990 и запустила ускоритель событий распада ссср которое произошло 1901 1991 году аналогичным событием для долларовой зоны вполне может быть существенный пробой вверх максимума 2020 года вот этого то есть в случае если произойдет такой достаточно уверенный пробой вот этого максимума с объемами там с движником то это вполне может быть вполне может выступить катализатором негативных тенденции усиление негативных тенденций году для долларовой зоны сейчас мы посмотрим ну а сейчас следом мы посмотрим на условия того каким образом перечислить то есть может увеличиваться вероятность перехода к сценарию вверх или к сценарием вниз речь уже идет то есть нужен смотрим фактически текущую ситуацию основном нас интересует вот этот период с конца десятых годов и по сегодняшнее время то есть в основном вот этот вот промежуточек и работать мы будем с ним для того чтобы это делать мы переходим на этом первая часть ролика среднесрочного прогноза завершается и через небольшой перерыв выйдет вторая часть этого ролика в день мы продолжим рассмотрение более катка срочных критериев перехода к первому или второму сценарию ноутом доллару во второй части я также дам свой прогноз динамики золота и пару трех месяцев ссылки на этот ролик яндекс дзен youtube и рутюб по этим роликом его описание на этом прощаюсь с вами друзья всем спокойствие уверенности и прозорливой иронии до встречи в следующем ролике